В Твери 17 мая стартовал региональный этап всероссийского чемпионата Билимпикс-2023. Это конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, который позволяет продемонстрировать свои умения и навыки в разных отраслях, от гостиничного дела до вязания. Что умеют тверские участники, оценила наш корреспондент. Торжественное открытие чемпионата прошло в стенах Тверского педагогического колледжа. К участникам со словами поддержки обратились министр просвещения России Сергей Кравцов и директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Виктор Неумывакин. Региональный конкурс объединяет 8 учебных заведений, 6 колледжей в Твери и по одному в Торжке и Вышнем Волочке. На седьмом чемпионате у нас будет работать 17 площадок, более 100 участников принимают участие, 80 экспертов, 60 волонтеров. С каждым годом количество участников расширяется. Обилимпикс – это движение, которое позволяет людям посмотреть по-другому на потенциал и возможности людей с особенностями здоровья. На этих площадках свои знания и умения демонстрируют 25 школьников от 14 лет, 71 студент и 14 специалистов до 65 лет. Это декоративно-прикладное искусство, обработка текста, малярное, слесарное и поварское дело. И еще целый список направлений, которые востребованы на рынке труда. В конкурсе соревнуются и школьники, и студенты, и специалисты. Специалисты, как правило, соревнуются в компетенции швея и вязания спицами. Они соревнуются и таким образом нарабатывают свои компетенции, нарабатывают свой опыт. Ну и главная задача конкурса профессионального мастерства – это трудоустройство. Тем временем на одной из площадок в колледже сервиса и туризма кипит работа. Основной костяк конкурсантов – студенты колледжей. Здесь соревнуются в одной из популярных компетенций – гостиничном деле. Задания выполняют в специальных лабораториях. Доброе утро. У меня бронирование в вашем отеле. Я хочу заселиться. Одна из участниц Виктория выполняет конкурсное задание – заселяет гостя. Но это лишь часть умений, которые нужно продемонстрировать команде экспертов, которые оценивают каждый нюанс. Экстраординарная ситуация – помощь гостям во время проживания и выезд. Какие устроены номера, потому что гости могут приезжать, и они именно хотят попасть в тот номер, в котором, допустим, они проживали. И вот эти все номера надо как бы знать. Надо знать, какая идет работа. Если вот знать, как решать, это легко. Конкурс «Делится студентка» – это хорошая возможность заявить о себе. В соседней лаборатории показывают себя будущие специалисты ресторанного сервиса. Они демонстрируют мастерство сервировки стола для завтрака и обеда. Таковы задания. Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена остается одной из приоритетных государственных задач. Это отметил и глава региона Игоря Руденя. Главная задача в сфере профобразования – обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов. Для развития экономики профобразования Верхневолжья важна активная работа компаний со студентами и начинающими специалистами для их дальнейшего трудоустройства на предприятии Тверской области. Молодежь региона должна быть максимально адаптирована и погружена в процессы производства. В этом году «Обилимпикс» проходит уже в седьмой раз. Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он нацелен выявить талантливых молодых людей с особенностями здоровья, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования. Победители будут представлять регион уже на площадках всероссийского тура. Продолжение следует...